Ребята, всем привет! Вы с Аленой, вы на моем канале и сегодня мы с вами говорим про ревматоидный артрит. Утром была консультация с девушкой и, соответственно, снимаю вам напоследок видео. Ревматоидный артрит бывает двух видов этиологии. Это психоневрология и действительно плохая история сапплементации. Ревматоидный артрит это заболевание и очень многие думают о том, что какая-то диета только поможет. Не всегда. Во многих случаях ревматоидный артрит это аутоиммунное заболевание, то есть ваш организм атакует сам себя. И в такой истории я могу сказать, что антитела атакуют собственные клетки и ткани организма. Обычно артрит поражает суставы, запястья, кисти рук, ступни, бедренные суставы. Иногда бывает жар, иногда страдают легкие, появляется сыпь, утомление, сухость в глазах. То есть суставами дело не всегда ограничивается. Ревматоидный артрит очень часто поражает разные системы. И в моей практике у меня был артроз, да, и ко мне приходили клиенты с артритом. Это немножко разные вещи. Ревматоидный артрит это системное заболевание и это может указать на причину. Многие не знают ее, ведь у каждой причины в основном одна история. Воспаление или патогены. То есть разные виды патогенов связаны с ревматоидным артритом. Оказалось, что определенные бактерии, которые, например, должны быть во рту, были обнаружены в синавиальной жидкости у пациентов с ревматоидным артритом. Что же делать при ревматоидном артрите, друзья? Первое, это озонотерапия, которая помогает в борьбе с микробами и наполняет тело кислородом. Будет полезно принимать масло орегано. Друзья, это суперсредство. Витамин D в дозировке 30, но добавьте К2, 30 тысяч. Сдавайте по анализу, но смотрите. Калий. Рекомендованная доза от ревматоидного артрита это 6000 мг. Калий очень важный элемент для снижения воспаления. Но это не единственная история. Нам также важен цинк. Долго его принимать не надо, потому что при избыточном цинке нарушается медь. Но одной-двух недель хватит. И поможет периодическое голодание и кетофлекс. Друзья, я верю в то, что вы справитесь. Ревматоидный артрит можно победить. Я бы сказала, что есть даже продукты, я имею ввиду добавки, витамины, которые улучшают функционирование тканей. Это я подбираю индивидуально. Но то, что хотела вам сказать общее, чтобы вы знали, обязательно, обязательно послушайте и помогите себе. В моем телеграмме очень много безоплатной информации по добавкам, по витаминам и по питанию, которое влияет на ваши психосоматические расстройства.